Что маленький кулдаун. Ты за маленькую сумму уменьшаешь кулдаун в два с лишним раза. Это слишком сильная вещь. Агонимная вивина саппорта. И вариативность увеличивается в пять раз. Кого ты можешь спасти. Когда у него появится? Ну, если игра пойдет, у него быстро появится. Ну, посмотрим, пойдет ли у него игра. Итак, игра у нас, кстати, начинается. Посмотрим, что по лайнингу. Вивер, мы уже понимаем, что саппорт пришел расставлять варды. В этот раз без приключений. Угрмага нет ни за одну команду. Когда есть угрмаг, можно пойти, смело что-нибудь забрать и потом уйти. С ним шутки плохие. А вот без него опасно. Ну, по вардингу вроде бы все более-менее понятно. Кстати, обратите внимание, два варта рядом стоят. Руны забирают. Ничего интересного у нас не происходит. Не знаю, мне больше... Это двойной роуминг. Ты смотри, это двойной роуминг. Двойной роуминг, это очень интересно. Это вивер и эрспирит могут прямо сейчас идти и убивать любую линию. В тебя неожиданно вкатывается эрспирит. Очень быстро подключается вивер, и герой умирает. Фантастика. Что за пики? Да, злу в этой игре придется тогда вести себя очень... Так же быть как роуминг, знаешь, тоже постоянно быть везде. Куда приходят они, туда так же приходить. Кстати, по поводу Магнуса в миде против эмберспирита. Стоит. Нормально, да? Да. Мне вообще нравится больше пик ТНС. Вот я сейчас посмотрела, у них есть инициация от Кентавра, от Магнуса. У них предостаточно хила. У них хороший саппорт в виде рубика. Ну а вот это двойной роуминг, это либо что-то новенькое, чего мы еще не видели, и что-то будет просто невероятно крутое, либо это будет очень быстрая карта. Ну пока это не двойной роуминг, пока это какие-то два саппорта няньки, которые сверху все, что делают, это пулит маленький кэмп. А, то есть взяли вроде бы двоих роумящих персонажей и на линии стоят. Да, я вообще ожидал, что как минимум эмберспирит будет закатываться, например, в Магнусов в миде. И давать эмберспириту преимущество. Как бы виверы один справятся. У него урона много. 60. У него есть блайдстоун, армор понижает. И попадаться может. А может прийти вниз. Три героя. Никс убегает. Вивер поехал в Рубика. Рубик начинает размениваться, но невыгодный размин. Чиггернаут крутится, за Никсом следует прямо под вышку, и Никс погибает. Зачем? Никс ошибся. Зачем он развернулся? Вивер пришел на помощь, привлек на себя внимание. Казалось бы, уходи не хочу, но он реально не захотел. И легкая ЛФБ для Тинси. Эмберспирита под Тавор привозит Магнус, но на самом деле Тавор все равно не захотел его бить, поэтому Эмберспирит спокойно оттуда уходит. Сейчас была драка у нас за Баути, которую Рубик выигрывает, кстати. Снова бьем Никса, минус Карапаси. Так, ну и Вивер думает, куда же ему идти. Получается следующее. Урса стоит на легкой, она может стоять и одна против Кентавра. Кентавру будет с ней тяжело. А Эмберспирит — это нянька. То есть он просто стоит и закатывается. Из-за того, что Эмберспирит становится нянькой, Виверу приходится бегать. Вот он сейчас бегает, и в очередной раз его беготня приводит к тому, что он стоит в харде, но не способен оказать достойной поддержки Никса Ассасину. Например, Эмберспирит может хотя бы дать станчик. Можно закинуть Саленс, замедлить. А Вивер? Что он сделает? А Вивер может бить. Хорошо. Но пока это не особо помогает. Да, 2-0 в пользу ТНС. В миде у нас Магнус против Эмберспирита примерно одинаково стоят. Видим 18 крипов у Магнуса, 18 у Эмбера. Как дела у Урсы? Тоже очень интересно, получилось ли Урса пока подфармливает здесь отводы. Кентавр вроде бы стоит тоже неплохо. Там, опять же, очень здорово, что может подфармливать скинпы рядом с Шрайном. Но Урса, кстати, против Кентавра отлично стоит. Вообще-то, Эмберспирит может получить там 2-й левел, сразу идти... Идти помогать Виверу. Уже, на самом деле, использовать эту связку двух ромящих саппортов, потому что вроде бы Урса должен справиться. Итого получается Дабла. Ну, я бы на месте Никса прогнал Вивера. Тут и так стоит одна в центре, она в будущем будет мешать Никсу, а сейчас она еще мешает и Виверу. Все, Вивер убежал. Когда-нибудь он начнет... Когда-нибудь он войдет в игру? Ну, пока не получается сделал. Что-нибудь он сделал. Он приходит на низ, а то сделать ничего не получится. Он приходит на низ, тырит Икспу, и один раз даже Никс умер, когда он решил помочь Виверу. Ну, это совсем. Идет на центр. А, видимо, прогнал Эмберспирита, и все, говорит, это моя линия. На самом деле, когда он тогда умер, он больше Никс сам виноват. Вивер приходит в мид, но... Кстати, а... Все, Эмберспирита прогнали в лес. Говорит, я хочу фармить. Зачем мы этого героя брали? Второй уровень. Он тут особо не пофармит. Магнус дает волну раз, Магнус дает волну два, и Вивер бежит на святыню. А потом бежит на фонтан. Сейчас приходится и Эмберспирит уйти в леса. Не то, что он там в лесах не справится, но, тем не менее, дабл дэмэдж на Эмберспирите, так что в лесах он сейчас зафармит все, что может. Но, тем не менее, могли бы сейчас прийти и Вивера за то, что он пытается воровать фарм, наказать. Единственный плюс, что это не так легко сделать из-за его шокучения. Ну, кстати, Магнус, а то есть РП. Правда, по Виверу второго левела давать не очень хочется. Ему хватит шоквейва. Кентавр ставит аккуратненько на сложной линии. подходить ему к курсе нет никакого смысла. Там как бы есть Эрспирит, ему сложно будет как-то вот там пойти в мид, убить, например, Магнуса с Вивером. Следовательно, у Кентавра руки развязаны, можно в нагду их фармить. Никс идет на помощь, старается забрать стаки, подходит Рэйвен, Рэйвен идет, тут неожиданно врывается Эрспирит, вкатывается станчик Рэйвена, Рэйвен впитывает и неожиданно выбегает Миракл. Рэйвен под Грейвом. Вот это был на самом деле шикарный Грейв, вряд ли спасется здесь Джиггернаут, но тем не менее Грейв был шикарный. Проблема сейчас была Джиггернаута в том, что он только что потратил Блэдфури и был кулдаун, соответственно, он там не мог ничего за его эйдить и из-за этого его наказали. На крипов только что потратил. Этот Даззл сейчас сделал наверное за 6 минут больше, чем Даззл из прошлой игры за 15 минут. Он уже дал Грейв, который результативнее, чем все то, что было в прошлой игре за вот наверное первый опенинг. Обратите внимание, решили вивера поставить в мид. Рубик подумал, слушайте, почему у них саппорт фармит в миде, а мне не дают. Ты тоже переместился в миде. Нет, просто Магнус сходил за баунти. Восполнил Ману, возвращается на линию, продолжает закидывать шоквейвы, а тут Джаггер. Не хочет ставить с Урсой в харде. Джаггер на самом деле мог погибнуть, если бы погибнуть. А Грейв был в кулдауне первого уровня только. Там буквально секунды не хватило на самом деле. Мы видели, как откатилось. Джаггер может вернуться вниз. Он может быть не хочет ставить против Урсы, но при помощи Рубика, при помощи Даззла под Стампидой Кентавра, да еще и с Магнусом он ее будет убивать. Вообще, если Урса пришел на бот к нему мешать, надо было позвать Магнуса через РП его забрать и наказать за такую наглость, чтобы больше туда не приходил. Начинает атаковать Кентавра, пошел Станчик Атар Спирит, Стампиды, ну и отсюда убегают по добру по здоровью. Спирит пытается укатиться, укатывается, не получилось забрать Кентавра. Ну хотя бы у нас Стампид развели. Как все просто оказывается. Урса приходит в Харду, заходит за Крихов и никого. Фарми на здоровье, Меркл. Кентавр пока негодует как-то. Магнус сформит лес, Дазл бегает по вражеским лесам. Что происходит? Дазл делает телепорт на базу, при том странно, потому что он был более-менее фуловый, мог бы на низ попробовать летать, не знаю. Ладно, в любом случае у нас 3-2 счет, восьмая минута, ну и Дазл приобретают смоки. Смоки для того, чтобы скорее всего пойти с Магнусом все-таки реализовать РП, тем более он не слэш есть у Джаггернаута, прийти хотя бы Никса забрать. Если уж не хотите убивать Урсу, которая прогнала Джаггернаута, то хотя бы заберите Никса. Ну сейчас что Джаггер, что Урса находятся в очень уязвимой позиции, они стоят на сложных линиях. И удивительно то, что что одному, что второму позволяет вот так вот свободно фармить. Вивер ушел в лес. Все, фарм пошел. И наконец-то подключаются наши уважаемые саппорты. Решили, что хватит позволять Урсе фармить на этой линии. Но уже поздно. Урса доминатор. Регена много. Пришли суппорты сюда, уходишь в лес, уходишь на древних эншентов, забираешь их и возвращаешься на линию только тогда, когда тебя начинают пушить. Но они, кстати, достаточно палевно решили вот этот ганск совершить. Просто никого на карте было видно, где же они будут быть. На варде. Да, еще вард стоим. Отличный, кстати, вард. Пушить рано. Разве что кого-то стянуть. Нет, пушить рано, ребят. Вы в четвером собрались, но вы здесь ничего не сделаете. Домой, домой. Ну, если как-то подставиться под РП теоретически, в это время, кстати... Они стоят под тавером, они не выйдут оттуда. Там Эрспирид закидывает камешек, Вивер кидает жуков, Урса просто стоит под вышкой, и ты уже опасаешься, что туда идти. Да, туда нет смысла никакого идти, потому что там еще шрам есть, если что, замес растянется, то подхиляются. Правильно сделали. Они ушли обратно в свой лес, снова Урса приходит на линию, в очередной раз она прогоняет, нападают на Райера, Миракл заходит, дают сеточку, и Райер погибает. Здесь не было возможности дать Грейв, третий фраг, нагло сыграли и убили саппорта. Тинниси не готовят, как так? Мы пришли, ничего не сделали, ушли, и снова они нас убивают. Снова Урса на фрифарме. Наверное, Вард там стоит. И вышку отдают. Никакой защиты. Ну, странно, что они такие, на самом деле. Я прошу Артемия показать, чем они занимаются. Мне интересно посмотреть, чем занимается Магнус. Вот Рубик, Рубика, Рубика, Рубика покажи. А, Дмитрий, Дмитрий, вот чем занимается Рубик, бегает между тир-2 и тир-3, бежит на базу, у него фулл мана и стоит в защитной, а, он стоит в защитной позиции, хорошо. В это время Кентавр принимает на лицо. Принял достаточно, теперь можно уйти в таверну. Магнус еще дает РП в землю. Что происходит? Что они делают? Это первая РП, которую мы видим за 11 минут, хотя 6-й левел был достаточно давно и начало не очень хорошее. Ну ладно, раз уж снизу отдали тир-1, то можно пойти забрать тир-1 в центре. Защиты нет. Рубик ждал и дождался момента. Вот они, крипы. И начинает их фармить. Наконец-то ему все-таки нужен 6-й левел, хотя... Лес захватывает Минески. Как у себя дома, бегают, прыгают. Станчик, отлично, это минус Рубик. Прощай. Или не прощай. Успевает поднять два телепорта. А где стампиды были? Стампиды, стампиды. Стампиды? Нету, нету. Стампиды. Ну, Р-спирта надо принимать. Ну, в принципе, не такой плохой размен. Один в один, правда, три героя стянулось, большое количество ТП, но это лучше, чем ничего. Но при этом вышка сверху без защиты. Так себе, потому что в это время и Вивер даже фармит, который вроде бы саппорт, кстати, не так далеко ему до Кентавра Хардлайнера. Короче, я понял, когда у Рэвена все плохо, он просто уходит и начинает крипскипать на любом герою. Сейчас на Джаггере. Если ему позволяет это делать, почему бы и нет? А вот и Рэвен. Привет, Джаггер. Говорит, привет. Рубик, практически убили с прокаста. Еще раз напоминаю, в Вейл от Дискорд есть на Эберспейте, однако Джаггер на Утт ситуацию пофиксил своей Хилинфордом. 4-5 счет имеется Худ у Кентавра. Ну, и как ты знаешь, Тинси как будто потерялись на этой карте. Ничего не делают, как обычно они делают. Сейчас вот Дазл может подстрять, однако Никс однако подстрет Рубик. Он пытался, я вообще-то не совсем поняла, что он пытался сделать. Наконец-то РП по Никсу, Никс отправлять в Таверну, в итоге Рубика на Никса. На самом деле еще более-менее было потрачено РП, но уже лучше, уже не в землю, уже в одного героя. Так, смотри, до двух дойдем. И можно пойти забрать Рошана. Прямо сейчас РП нет. Стампида тоже нет. Стампида нет, Урса заходит, забирает Рошана. Подводит Криппа, Крип танкует, Урса этого Рошана забирает и ресурсов у Тинси сейчас крайне мало. А Урса, где наш Мишка? Где наш Мишка бегает? Надо найти Медведя. Оп. Да, Медведь уже идет с Гинком, только не туда. Мишка Рошан в другой стороне. Не хочет. все-таки решили, что это опасно. Как там, кто там знает, вдруг они в пятером придут. Ты посмотри, никого нету, они на вардах видят все, они видят курицу, они видят, как вот там бегают герои, то есть они знают, что все герои ушли вон туда и Медведь может пойти там просто все готово. Даже в центре никого нет. Все герои снизу. Даже Никс показывает. Никс Вендетти находится, однако подходил он, по-моему, под Редж в центре или нет. В любом случае пошли Стампид. Стампид. Забирают Рубика. Рубик погибает. Ну и фраг достается Эмберу. 5-7. В миде пытается забрать Тауэр, но по крайней мере подхарасить его. Улетает Расперий, дает отличный Сайленс. Пару ударов минус Дазл, опять не успевает он дать себе Грейв, но там не было просто возможности. Ну и отдаются просто по одному. Сначала Рубик, потом Дазл. Если уж хотят так ходить, возможно, стоит попробовать вместе что-то сделать. Включи Дабл Дэмэдж у Эмберс теперь это крайне неприятно. Дэффить этот Тауэр просто нет никакого смысла. Ну и соответственно можно попробовать подсплитить где-то что-то в таком духе, потому что иначе будет очень плохо. У Джаггернаута появляется Монта Стайл. Вот единственная реально надежда сейчас команды ТНС это Джаггернаут, у которого и правда все очень даже неплохо. Во-первых, у него там смертей, во-вторых, он на первой позиции по надфорсу находится. Смоки припределяют Эмбер, простите, Ара Спирит. Так, и дубль два. Мы видим все, что бегает снизу. Мы можем пойти их убить у нас сейчас преимущество или мы пойдем все-таки заберем Рошана. Нет, мы пойдем забирать вышку сверху Тир-1. Да, Даггера еще около там 1200 голды Магнусу. Уже есть с Абельком. Ник с Виндетти видит Кентавра, но нападать боится, потому что рядом уже подбор. Очень много героев. Да, рядом и Дазл, и Магнус. Попробуй на Бадим. Рубик уже решил на тоненького играть, но нет, нет, нет. РР так просто не взять. РР все знает. Как же от него много пользы. Нашел Тимса, закончил Шлендета, Магнус пошел, Магнус, ну, забрать бы его пять героев, давайте, давайте, давайте. Пошел Омни Слэша Джиггернаута, как раз крипы подходили, наконец-то убили Никса, да, ну и теперь Тавр надо забрать. Теперь точно, Рошан, пять героев находится снизу, Омни Слэша нет, и теперь можно. Все, теперь Меркл считает, что можно за спейсили, ребята. Никс не погибал, Никс спейсил, на самом деле разменять Никса на Рошана, здесь, правда, еще и Тавр забрали, неплохо для них. Не, ну, Никс как бы мог и не погибать, он хотел сделать тычку с Вендетты, потом Вендетта закончилась, он поздно это понял, и Рубик успел его подцепить. Ветает Эмбер Спирит на Джиггернаута, проблема, однако, дается Стампид, ну и Джиггернаута отсюда улетает, сюда даже телепорт сделал Даззл, чтобы, если вдруг пойдут за Тавр, подсейвить своего кэри, Эмбер Спирит приобретает себе Блинк, Кентавр приобретает Блинк, Магнус приобретает себе Блинк, все становятся очень мобильными, в это время, вот он, Магнус, Магнус был, и Магнуса нет, урса Мегакилл, у нас были претензии к Урсе в начале, мы говорили, что не понимаем для чего это, посмотри, как они используют его, пока все очень даже неплохо, ну и сейчас я вижу, что всю игру делает Никс, который создает слишком много спейс, убивает героев, и Эмбер Спирит, они бегают и мочат людей, даже несмотря на то, что он пять раз погиб, он дал шесть ассистов, и убивал очень ценных персонажей, ну что же, и падает Тауэр, надо как-то попробовать подсплитить в это время, потому что уже начинают, знаешь, холдиться на базе, посмотри, ребята, и только Джаггернаут позволяет себе выходить, богатый урс, скоро, скоро Русевич купит себе башер, и даже Джаггернаут не сможет спидпушить, но до этого, конечно, собирает Аганим, до Аганима уже остается около 600 голды, Аганим будет очень быстрый, ну а потом уже можно выбирать либо башер, либо текуза, там вариантов много, ну конечно, башер в основном собирается. Ну, теперь можно попробовать хотя бы 5 на 5 вылазки. Сейчас заметит Никса, Магнус прыгай, ты его видишь, давай, не пались, не пались, не пались, там сверху стоит центря, вот чуть выше, Никс все это делает, видит, не подходит, вообще ничего не боятся Минески, не фармят весь свой лес, часть вражеского, вард у них есть только один, да и то этот вард видит только Рошана, Джиггернаут покупает всем мантует, Джиггернаут пока молодец, Джиггернаут держит первую строчку. Монтастайл, а, ну да, Монтастайл у него уже есть, он уже приобретает себе фуловую диффуза для 19 минуты, закуп очень хороший, вивер с медалькой, как ты предполагал, что это будет Аганим, так и есть, и знаешь, Аганима уже половина есть, так что неплохо. Да, будет очень быстро Аганима. Вот плюс вивера, если ты доминируешь, если у тебя очень хорошо идет игра, то ты все-таки фармишь немного быстрее, чем там саппорт Рубик, чем саппорт Дазл, и в целом там через 10-15 минут сможешь уже выходить в третьего кора. Аганима появляется на Кентавре, ну, на самом деле здесь Тинси могут вполне попробовать что-то сделать, и они со мной согласны. 5 на 5, замес 5 на 5. Нет, 5 на 5 тут замеса вряд ли получится. Можно и загандить. Можно убить одного Эрспирита, и все. Пайс-чек. Буги впитал. Ну, зато это мог бы оказаться Урса или Эмбер, так что считай, Эрспирит пожертвовал своей жизнью, дабы защитить своего, своих, точнее, корп персонажей. Дабы защитить Никса. Так, дубль 2. Никс требует помощи. Никсу нужна помощь. Он очень хорошо бегает и все время кого-то видит. Находит Магнуса, летит Эмберспирит, Эмберспирит, Ку-Ку бежит на стампеде, Кентавр прыгает, нападает по Никс Ассасину, Эмберспирит прыгает туда же, забирает Никс Ассасина, но вот Вивер забирает Магнуса, Кентавр остается один, чайные. По-моему, Дазал отправляется в таверну, даблкил для Вивера, и это практически Тимбайб. Четыре персонажа на одного, нет, на двух Никс и Урса, но еще, конечно, был Аегис. Ну, более-менее. По-хорошему могли забрать снизу Кентавра, могли забрать еще снизу и Магнуса, как они это изначально сделали, а дать одного Никса Ассасина они бы были выигрыши. То, что они подрались на святыне, это огромный, огромнейший плюс для Тиньси. Тиньси тем самым хотя бы, ну, хоть какое-то золото заработали. Так бы они были в минусе. Вот он, Джаггер. Кстати, Эмберспирит продолжает работать. Наверное, Урса нужна, но она, правда, в таверне. Урса самая-самая с Никс Ассасином. У них супер комбо. Никс кого-то нашел, поймал, а Урса прыгнула и убила. Так, хватает у нас. Ох, нет. Просто РП было дано в пустоту. Еще подошел сюда Вивер, Палочка, конечно, все эти проблемы решает. Майл приобретает себе Эмберспирит. Ну, дальше, наверное, нет смысла идти. Минус РП. Куда? 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 Неужели пойдут? Эмбер вернулся, Эмбер половой. Они ничего не боятся. Эмберспирит летает. В наглую убил Вард. Ну, да, как бы без РП его очень тяжело поймать. И это суицид. Это смертники. Бегите. Хотя Эмберспирит далеко. Но, не, не рискнув это самоубийство. Они тут все умрут под этой вышкой. Медведь пошел искать, искать, искать. Далеко идет. Так, получается танчик от Кентавра вгрызается в него Джаггернаф. Начинает работать по Кентавру. Фокусит Никса. Никс быстро отъезжает. Ревен преследует Миракла. А тут врывается Эмберспирит, прыгает в Дазла. Дазла подстали совмирает. Ревен бежит. Ревен, как олимпийский чемпион, каким-то образом успевает нажать умнее слэш. Забирают Эмберспирита и всю команду Минески. Браво, Ревен. Просто Team Vibe. Это было что-то с чем-то. Сейчас Тиньси переворачивают, потому что они получают огромное количество экспы, 10 тысяч дэмэджа было внесено и около 4 тысяч внес у нас Джаггернаут. Отлично, просто великолепно. Да, они их так без РП убили или с РП набили? Да, без РП. Ай, молодцы. БКБ собирает у нас кстати Магнус. После этого замес у него практически есть. Камбэкнули. Камбэкнули. Они правильно сделали. Они отдают только один Стан Ворсу, Вивер потратил свой ультимейт. Ультимейта у Вивера нет, Сейва нет, уже хорошо. Никс у нас в Виндейте, очень хочет Магнуса. Он очень прочный, нужен еще один. Еще один герой нужен. Но еще один герой сюда не подходит, если Магнус сейчас в Карабасе. Они грамотно сделали. Они убежали и заманили Минески. Прыгает Урсов, грызается в Рубика, прожимается Стампидой, однако отличный Станчик от Никса и Рубик отъезжает. Рошан уже, кстати, резница через полторы минуты. Они готовятся. Да, да, как раз сейчас надо расставлять ворды, возможно, пройтись в Смоках, попробовать хотя бы кого-то отцепануть, сделать Минус, чтобы потом зайти на Рошана. Ну и там уже спокойно зайти на Рошана. Диффуза есть у Джоггернаута. Кстати, ты видишь, у него следующим айтем он покупает себе ни какой-нибудь например Блинг, а покупает именно Скади. На плотность статы. Чем больше ловкости, тем больше урона Сэмпаура. Выходит на мид, РП есть. Виверу как-то нужно засейвить свой ультимейт, чтобы в момент РП он успел кого-то спасти. Прямо нужно замикрить. А сейчас страшно драться. Станчик от Кентавра по Виверу прошла просветка, таймлапс. Рубик вовремя его поднимает, надо попробовать убить. Убить его получается мега килл для Джоггернаута. Тавр забрали, можно спокойно идти дальше. Рошан резнется буквально через 30 секунд. По-моему, Рубик у нас убрал таймлапс. По-моему, сейчас будет заход на Т3, потому что я не совсем понимаю, что делает Минески. Они спидпушить не могут против этого. У них Урса и Эмбер спирит, что один, что второй очень слабо пробивает Тавра. При этом зачем-то Вивер стоит один под тир-2 Тавером. Он один ничего не может сделать. Его забирают и прямо сейчас начинают бить базу. Тавр проседает. На самом деле есть Глиф. Получится ли сломать Тавр? Опять же Никс дается стан. Стан от Кентавра. Блэкфюри. Байбэк от Вивера. Магнус в БКБ. Байбэк от Эмбер спирита, который только что умер. Стампид. Надо отсюда бежать пока можно. Но Джоггернауту тут скорее всего должны забирать. Да, добивает его здесь в любом случае Никс. Кентавр. Проблема у него также. Дабл килотурсы. Минус четыре. Магнус. Магнус единственный, кто смог уйти отсюда. Но в любом случае для Тиньси это все было даже скорее всего в плюс. Нет, перейти, Эмбер сделал байбэк только или Вивер? По-моему, Вивер сделал байбэк. А почему это показывается? Ну, потому что он сделал его слишком рано, а драка началась потом. Ну, огромный плюс в том, что в этот момент появился Рошан и Рошана. что еще с ним? Дабл дэмэдж. Да. Ну, мне кажется, это уже просто классика, жанра. Какая-то дополнительная функция. Появляется Рошан и от него в передачу дабл дэмэдж. Короче, мне кажется, Вальвы, они просто смелости передают кому-то. Возможно. И специально прописали, что спавнил СДД и ребята быстрее забирали Рошана. Но теперь есть Аегис. Однако, нет байбэков и все-таки там Тавр забрали. В будущем ТНС могут пойти забирать Шрайны. Посмотрим. Магнуса откатилась уже, скорее всего, РП, да? Как раз вот сейчас должно быть... Нет, 19 секунд, простите, пожалуйста, поднимают Урсу. Может, Урсу завфокусит. Скин Тавр, отличный стан, надо добивать. И таймлапс от Вивера по Урсе. Вот тут Аганим, конечно, сыграл. Очень здорово. Еще бы Солар Вивера. Еще бы Солар. И будет вообще сказка. Ну, это знаешь, хотел сказать мус-стиль. Ну, на самом деле, вроде бы отошли, однако смоки и можно попробовать кого-то цепануть. Никс у нас находится в Вендетте. Показывает полностью ситуацию. Вот Азу. Это просто невероятный стан, однако РП Урса начинает грызть. Минус Никс. Боже мой, что Урса? Аегис потерял? Да, Аегис выбивают. Пока минус. Эмбер Спирит под Аркан Руной стоит. Не дает ему сделать бейнк-аут. Урса по-прежнему впитывает, но у нее ульта откатывается вот прямо сейчас. Она нажимает эту ульту крайне поздно. Таймлапсом спасает Вивер Урсу и Урса начинает грейзть. Но неожиданно стампит, неожиданно стамп подвоем. Начинают разбираться ТНС против Урсы. Урса погибает и остается Вивер с Эр Спиритом против одного Джиггернаута. Просто невероятный замес. В итоге сейчас нам покажут, что здесь происходило. байбек пока сделал Рубик. Сколько же жил Урса? Во-первых, у него был Аегис, во-вторых, его таймлапс нул Вивер еще раз, да? И это было очень круто. Выживает только один Джиггернаут, но в любом случае они не потеряют сторону, что тоже стоит отметить. У Джиггернаута сверху имеется 4000. Там еще очень повезло, что у Эмберспирита была Аркан Руна. Он с этой руной довольно-таки много дамага внес. Да, но вообще замес был очень яркий, очень красочный. Такое чувство, что как только Кентавер купит Аганим, на этом игра закончится. И прожмет его еще в нужный момент. Ему осталось буквально 350 голды и уже попроще будет драться. Вот сейчас Мишка прыгнул, Мишка был с Аегисом, за счет этого он смог второй раз прожать ультимейт. Ему хватило времени. А в следующий раз, если он будет без Аегиса, он прыгнет, все от него убегут, а потом без ульта он труп. Как у нас дела у Вивера? Вивера медалька. Медалька. У него в Квигбай была линка. Так, тут. Что он тут делает? Он погибает. Он погибает. 54 секунды, однако байбайк имеется здесь. Вряд ли они пойдут. Хотя последний внешний тавер можно было бы забрать. Либо шрайн. Да. Так вот, у Вивера была изначально линка Стэш. Видимо, он тоже решил, что она здесь только, по-моему, против одного Рубика. Она не сейвит против РП, она не сейвит против Стана Кентавра и, в общем-то, есть артефакты полезнее. Особенно для суппорта Вивера. Покупает Солар Крест и после Солар Креста можно будет купить что-нибудь на урон. Какой-нибудь Дезолятор и бить с руки. Магнус собирается приобретать себе Шетов Блейд для того, чтобы давать еще более полезные РП. Ну, это на самом деле не новость. Очень часто так получается. А, собирают вещи, я про Латар на Магнусе. А Кентавр уже приобрел Аганим. Ну что, теперь, может, они сами сейчас захотят попробовать? Еще нужен рефрешер. Один Аганим этого еще мало. Для рефрешера еще достаточно долго. С рефрешером будет уверенно. Уверенность будет. А у Джекернаута вот-вот появится бабочка. Просто надо не торопиться, расслабиться, пофармить. Прямо сейчас можно купить гем. Почему прямо сейчас? Потому что у них Аганим на Кентавре. Кентавр пытался. Очень сложно потерять гем, когда у тебя есть Аганим. на одном из героев. Из-за миссии они очень сильные. Так, все, бабочка имеется. Вообще, гем сразу слушает. Дмитрий, просто читайте. А теперь жмем смок и ищем. Мы более-менее подрались, когда у Урса была Эгис. Мы лучше подеремся, когда мы нападем первыми. Напомню, в той драке все началось с того, что Ник скопнул троих. И вообще огромное чудо, что Тинниси все не умерли. Сейчас же мы такого не допустим, так как у нас гем, и будем убивать. Желательно близко с центром убивать. через стримин тоже ресниц Сарашан. Надо отпушить линии, пошел скан. Не знаю, где находится, но Эмберспирит потихоньку начинает ломать тавр, и на самом деле его придется дефить. Нет, Эмберспирит решил, что я не так хорошо ломаю товарам, лучше попробую поддевить, прыгать на Магласа, пошли у нас жуки, ну и на этом пока отступают. Очень рискуют, ребята, но по-моему именно лоб-лоб не вариант, да еще под цветынями, лучше где-нибудь там в лесу подраться. Пока заходить еще рано. сходить еще очень очень рано. Тут же есть Shadow Blade, так что сейчас Магнус тоже ищет, а Эрспирит сразу же также отвечает покупкой гемом и очень вовремя на самом деле. Ну, да, вторая попытка, цель не зайти на ХГ, цель сначала поймать хотя бы одного, любого героя. Желательно Вивера, Вивер сейчас ультой много пользы делает. Это просто невезение на самом деле, но в любом случае гем был? Они еще находят Урсу, пошли стомпить. Так, Урса отправляется в Таверну. Теперь в принципе и по миду пойти. У кого же гем? Может на базе оставил? Он же его купил. Да. Он его не взял, видимо. Он знал, на что шел. Он чувствовал, что его убьют. Где-то на базе. Да, красавчик. Он возьмет гем перед дракой на Рошане. Лучший. Надо разводить на Байбет. Посмелее, посмелее. Ребята. А почему урса 35 секунд, а стомпит у Кентавра 20 секунд. Джаггер, давай побьем ранджовый барак. и передадим привет Касперу. Давай. Можно миличный. Рубик хватает Эмберспирита, однако Эмберспирит должен отсюда уходить. Так получается, проживая стомпит и решили отойти. Я не понимаю, зачем так долго заходить на ХГ, бить миличный барак и уходить. Побил бы ранджовый, он бы хотя бы не регинился. Возможно, понимает, что появился Рошан и еще не появился. Нет, он ничего не понимает, Рошан не появился. Он побил миличный барак, он сейчас отрегенится, и в итоге толку от того, что они вот так вот шли, толку никакого. Они просто потратили время. глупцы. Сейчас пререгенится возрешаем. Легите, глупцы. Джигернаут про лармор. Так, Рошан есть. Ну, можно идти. Стомпитка, Возможно, даже и нужно. И решает попробовать пойти в смоках. У них было 10 секунд, и они их не реализовали. Заходят на Рошана, но на самом... Тут Рошана они должны забирать. Вроде бы Минески даже не собираются его дефить. Да, Рошана забирают. Сыр. Сыр кому? Пока берет Рубик. Но потом, я думаю, он поделится им. Финишная прямая, но перед финишной прямой нужно как-то успокоить Эмберспирита. Эмберспирит сейчас начинает бить тавара, он уже пробил тавар сверху, у него осталось там где-то 300 жизней, и пробил тавар снизу. Рисуй там, что надо идти скорее всего по топу. Да, да, да. Однако, как бы Эмберспирит не сплитал бот. Возможно, попробовать его встретить через лотар, Магнуса и РП. Возможно. Забавно ведет динайд крипов на 36-й. Так, сплитает. Все-таки это линка. У них прям любовь к этой линке на 37-й минуте. Повторюсь, линка только против Рубика. Повторюсь. А манориген у него уже есть. У него Solar Crest. Ему хватит маны. Смотри, диффуза. Да, он намекает наш режиссер, что можно переложить фейзы с диффузами и во время драки прожать бабочку. Тогда будет большей ловкости. Он не такой жесткий, как вы, режиссер. Мистер Обс. Извините, у нас там у режиссера 7-ка, походу. Да, красиво. В любом случае, вылетает у нас Урса. Урсу поднимает. Джиггернаут Блэдфюри. Неплохой стан от Никса под боем. Пока все живы. Пошли жуки. Могут быть проблемы у Эмбера. Нет, он все-таки отходит. Нужно успевать. Нужно побыстрее забирать миличный барак, поскольку Никс остаток копается. У Никс остаток сейчас будет стан и будет вылетать они в два раза чаще. Эмбер Спирит вяжет, у Джаггера мало мана и Никс поехал со своими станчиками. Но Джиггернаут успевает забирать миличный барак и теперь отступает. Успели. Молодцы. Отлично дают себе грейв, зная, что скорее всего погибал, делал телепорт. Но нет, телепорта ему не дают сделать. Забрали саппортов. Да, но миличный барак забрали, хорошо. Вот теперь можно попробовать как-то неожиданно забрать Никса. Никс вовремя среагировал, отошел. Они втроем. Они уже чувствуют, что их заметили и лучше не рисковать. А Эмбер Спирит уже. Уже их нашел. Получает стан. Получает обнислэш и погибает. Вивер успевает спасать Урсу. Урса впитывает, прожимает ультимейт. Рэйвен ставит палочку и палочку хочет убить Урса, забирает ее Эр Спирит. Эр Спирит должен погибнуть за эту палку. Тут подходит Эмбер Спирит, начинает закидывать свои ремнанты, прожимают Кентавра. Кентавр погиб, Рэйвен бежит на Блэйд Фьюри. Хочет постараться уйти, но уйти он никуда не может, поэтому старается убить Урсу. Урсу он убил, красавчик Рэйвен. Просто отец. Есть Айгис, есть Дазл. Дазл лети, Кентавр лети, всем нужно лететь. Рэйвена бьют, Рэйвену достается. На месте уже Сэм. Сэм. Не может закинуть стан, ему дали Саленс издалека. Продолжает бить Рэйвена. Замечательный стан Никс Астасина по Джаггернауту. Кентавр понимает, что просто немножко не получилось. Попал под Саленс и не спас. Ну или немножко не получилось. Это была Еггес даже. Это была Еггес. Пай три кап, пай три кап. Семь каупс. Хорошо. Ну, Эмберспирит, конечно, ошибся. Он ворвался вперед. Здесь не показан байбэк Эмберспирита, но при этом он после этого ворвался и сделал очень много полезного. Так что байбэк был полезен. Эмберспирит красавчик. Самоотверженно ворвался в толпу, сделал все необходимое. Очень рисковал, его могли очень быстро забрать. Он убил палку Джаггернаут и после этого еще каким-то образом отошел. Сильные герои у Минески. Вот сейчас они все одеваются. У всех есть деньги. Кроме Эмберспирита. Никс с Аганимом он сейчас не позволит зайти на базу. Господин режиссер, как вас зовут? Точнее, господин Окс. Покажите нам, пожалуйста, какой. А, потом покажете. Кстати, у Магнуса у нас уже сверху 4 500 имеется. Хочу. линк и сфера есть. Ой, Вивера он только что ее купил. Да. Ну, теперь они не зайдут. Теперь Джаггер заходит, получает море станов и остается без маны. А мана ему нужна. Ман так просто не зальешь. Магнусу очень тяжело прыгнуть первому. Особенно, когда там стоят в центре. Вивер на сейве. Но Магнус не должен прыгнуть первым. Должен кентавр поставить минимум двоих, потом туда Магнус сделать быстренько минимум двоих. Хорошая заявочка. Хорошо, Магнус вряд ли поставит двоих, когда все ребята находят на базу, становятся в шахматном порядке и нужно быть идиотами, чтобы поставиться вдвоем под кентавра. А ты стоишь на своей базе. Поэтому нужен ганг, нужен смок. Ну да, вот со смока я и говорил со смока. там люди опытные, 3 миллиона долларов, я уверен, что они догадываются, что ради 3 миллионов долларов лучше научиться стоять в шахматном порядке. Гем уникса. Расперекция собирает себя нагоним. Богатый. Эмбр практически сломал тавер, даже можно сказать, там буквально наверное 100 хп осталось, если не меньше. У Эмбера уже очень хорошие слоты, и Эмбер спирит останавливает пуш. Линька на позиции. Магнус ищет. Магнусу наверное нужен гем, чтобы он лучше искал, но гем некуда положить. С гемом он может пойти вперед, увидеть вивера, увидеть никса и дать рпм. А без гема он ни одного, второго не увидит. Так, смоки от Тинси, но сейчас показывают нам. пойдем на нижнюю линию. Сейчас могут встретить Эрспирита. Так же впереди у нас... Не успел. Эмбер жесткий, Эмбер очень жесткий. Как же он сплитает? Боже мой. А кто на Эмбере? Кто этот отец? Баски Фед, боже мой. Мог попроще. Мог попроще никнейм. В общем Баски, Баски на Эмбере. Баски. Крутой, крутой, крутой. Баски Фиат Микаси. Просто Баски. Ну, Джаггерам по идее некуда расти. Он уже в 6 слотов. Осталось купить Муншард и все, Джаггер готовый. Нужно как-то свои ходить. Ну, вообще еще можно диффуза потом апгрейдить. все. Муншард апгрейдить. Ник скопайся. Ник скопает. Вот. Привязали. Еще Моноберн. Никсевич Ассасеневич. Баски потихоньку начинает ломает тавр. Тавр можно ломать. Сейчас будет еще один такой заход. Очень нравится как корды поставили Минески по краям. Тут линия пушится. Крипы. Да, Урсы наверняка уже должен появиться МКБ и по идее вот эти заходы Джаггернаута будут останавливаться. Вот когда он без Бейтфьюри ему можно закинуть стан Никс Ассасен показывает нам что скоро не МКБ будет. И в этот момент Джаггер не может бить. Когда он Бейтфьюри он контрит почти всех кроме Урсы. Урса прожимает оверпавер Урса прыгает ему на лицо начинает его бить и он получает баш 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 идеально идеальный план. Никс приобретает себе форстав что дальше практически ну тут на самом деле МКБ собирает Урса Никс с гемом бегает аганим форстав даггер мобильный хороший нюкс Джаггер наут приобретает БКП ему надоело слишком много всякого всяких неприятных вещей у Минески моноберна и так далее пока что Диньси заходит на Рошана это на самом деле очень важный момент хотя в предыдущий раз им даже Аегис не помог сейчас и сыр еще будет может быть и сыр и Аегис да БКБ 8 слотовый джаггернаут ладно 7 с Аегисом все пошел теперь все в руках Урсевича Урсевич молись на баш представь представь что ты тролль и баш его баш его полностью вот маленько стану есть Урса бьют кентавра не того бьют Урса Кентавр забрали Глиб был потрачен дальше надо уже вгрызаться драка Урса против джаггернаут однако здесь есть подкел заставили Урсу потратить ультимейт давай Эмбер палочку красавчик и улетел красиво он реально крутой баски я его фанат после этой игры надеюсь он выиграет хочется за ним посмотреть еще а потом увидеть его на мейджере а мне хочется рп так эмберспирит влетает дазл успевает дать себе грейв дается у нас рп в Урсу рядом был вивер который его таймлапс пошел он мне слэш от джаггернаут не самый удачный эрспирит начинает раскастовываться джаггернаут под бкб можно попробовать забрать вивера вивер 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 нет вивер все-таки убегает ну и уклоняется от шоквейва влетает эмберспирит эмберспирит фуловый убивает эггис джаггернаут дальше пошли за магнотавром магнотавр вывозит никса стасина и дальше дерется потому что он никуда не убежит остается один джаггернаут бьется против Урсы ну как мы говорили Урса представляет себя троллем и она должна его забашить нет черт возьми а где он МКБ не купил поэтому не попадает зато сейчас его точно копят потому что у него куча была денег 4 500 и это минус 3 минус аегис нет да минус 3 и минус аегис вот теперь Урса может его победить прям уничтожить ты знаешь я вынуждена признать свою неправоту в данной ситуации Вивер отыгрывается своим аганимом просто превосходно да я тоже вынужден признать что он мне вначале не нравился но вот в таких затяжных тимфайтах этот аганим используется почти два раза да он по-моему два раза использовал он сейвит шести слотовых героев кто же знал что до такого игра зайдет 47 минута только по-моему миличный барак погиб и игра идет в лейт у Вивера уже 20 тысяч он скоро обгонит орден там и Никсевич подтягивается да и у Рспирита появляются артефакты у Вивера 20 тысяч у него сейчас нетворс примерно такой же как у мидера команды Тиньси а это саппорт и беда плюс уникса также имеется мидас эмбер спирит там еще может вообще если надо заменить слоты да заменить слоты то и пока минески смогли затащить игру в такую стадию что чтобы выиграть Тиньси надо постараться дать скорее всего РП по двоим хотя бы персонажам и главное чтобы одним из этих персонажей был Вивер Магнусу тоже нужно заменить свои слоты у него сейчас слоты как будто он вышел из секонд-хенда если посмотреть на его слоты у него вроде бы есть 6 слотов покажите нам пожалуйста уважаемый Магнуса Магнотавра да вот у него блинг сабля ну в общем 6 слотов они дешевые нужно что-то вот посущественнее например вот на что заменить правда ну наверное на саблю он уже больше поинстонирует себя не как дамагер а больше как вот тот кто дает РП если по-моему хотел быть дамагером он взял что-то вместо линьки чтобы бить а он решил что все-таки 2 РП будут полезнее пушится сторона неплохо кентавр разбирается с крипами ну и пока игра мне кажется может очень долго длиться во-первых потому что тут еще куча байбеков имеется по поводу джиггернаута у него и так хотя бы там нужно слоты но единственное что там можно в джиггернаут поменять можно просто рефрешер взять 2 у меня слэша 2 БКБ вроде все все остальное очень поможет даже какие-то травела нужны тебе же нужно добраться до Эмберспирита хоть как-то сапог это сила сапогом наша команда непобедима вот он Эмберспирит но должны и вот он умер должны его забирать 120 секунд без него однако байбека нет подловил все-таки кентавр не всегда Эмбер идеально нажимает кнопки все мы люди все мы ошибаемся до Рошана у нас следующего 6 минут что будут делать можно хотя пойти по боту подсплить немножко возможно все-таки нет сейчас практически главного дилера кентавр приехал джаггер неудачно вошел весь умни слэш в нрэч урсы урса пошла видит магнус и магнус старается уйти а в это время эмберспирит летает и забирает рубика дазл вешает грейв на себя и старается как-то жить как-то выиграть время но он в любом случае приехал и магнотавр магнотавр спасается от никс-ассасин никс-ассасин преследует у никс-ассасин имеется гем никс-ассасин бежит за мамонтенком но а темберспирит вряд ли уйдет не вяжет не вяжет магнуса но это и не нужно потому что магнус также отправляется в тавиан у живых остается лишь один джаггернаут и теперь можно попробовать поломать что-нибудь например бот байбеки ну безумне слэша тяжело будет одолеть рычит барак упал при том сейчас скорее всего упадет два барака один на низу второй на топе рп от магнуса хорош рп да рп хорошая минус 2 но бараки сверху падают быстрее 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 ай ай минус бараки ну игра еще может идти очень долго тут тут можно увидеть все тут можно увидеть кентаро с рефрешером джаггернаута с рефрешером эмберспиртер с рапирами ну не знаю если совсем далеко туда и можно еще увидеть магнотавра с рефрешером будет жара джаггеру может продать диффуза он уже вообще не носит их они вроде есть но он их даже не кладет а в драке опять же травела не хочется выбрасывать скорость бега наше все продаст диффуза купит рефрешер байбэк не хочет купить башер никс также приобретает первого но бот очень сильно пушится и возможно тиньси просто придется отсюда убегать смотри там сейчас начнут падать бараки но получается забрать вивера вивер делает байбэк урса также делает байбэк никс делает байбэк три байбэка у нас от минески поздно очень поздно нужно было делать намного раньше простите бараки не забрали да бараки не забрали но три байбэка они могли как-то в момент рейва постараться зацепить они этого не сделали посмотри что у нас на базе у тиньси бараки падают вот именно интересно тп есть у них неужели бараки упадут есть тп в принципе барак да просто барак падает на ровном месте но на самом деле за этот барак пришлось заплатить тремя байбэками в какой-то мере да потому что они там дрались так далее но должны были видеть что здесь происходит осталась последняя сторона все рефрешер на магнусе ну теперь главное дать рп в кого угодно только не в урсу иначе урсов питает все бил урсов и рп и второй рп и все что надо в команде фейселест только вот для их пика не хватает дазла чтобы была урса потом вивер дал ей таймлапс потом еще дазл дал ей грейв там пулдауны маленькие минус волк знаешь что еще можно взять можно взять доминатор взять крипа сделать телепорт на него ну например да или чтобы он хотя бы бегал за тобой и то и тут неплохо смотрится ну так в супербаршер есть уже герната вкб линкен сферу положил сейчас в основные слоты какой-то странный у него 7000 он мог давным-давно купить муншард он муншард не берет меньше чем 2 минуты осталось пошел в трон ему это надоело а вот эрспирит урса бьет пробивает ни одного миса идет дальше за ревеном бить базу некому отдает кентавер стампит и врывается в урсу урсу сэвид джиггернаут бьет по эрспириту рп рп более-менее кентавер продолжает убивать забирает эмберспирита эмберспирита нет байбэка правда здесь минус магнус у которого также байбэка нет от эрспирита там выходит куча дэмэджа кентавер пытается разобраться с жуком в это время джиггернаут избивает вивера копается жук продолжает копать также и джиггернаут джиггернаут впитывает урон урса и вивер его разрывает ультра килл от меракла и пришла очередь кентавра тоже погибать было бы красиво если бы меракл взял рампашку это рэп практически я уже готовилась готовила рэппэдж но рэппэдж нет это 2200 голды для минески это минус 4000 голды 700 для команды я вообще не понимаю что это было куда джиггернаут пошел почему так сразу в трон ну очевидно что джиггернаут явно выбрал не ту цель что бить трон намного сложнее нежели убить бараки намного сложнее у трона две вышки у трона тебя очень легко затолкнуть под фонтан в то время как бараки голые и ты просто подошел и убил их а уже реснулся рошан можно пойти забрать рошана чтобы если вдруг что-то пойдет не так были дополнительные средства эмбра как раз ресницы пока они этого рошана заберут ну и тогда уже будет заход на последнюю сторону от команды минески так рошана забирают урса забирает айегис сыр достается виверу одетый вивер прям глаза радуются забавное состояние по статусу байбеков да кстати можно убрать мы поняли господин господин обсервер мы поняли 4400 давай посмотрим на джаггернаут он когда-нибудь купит муншард вот у него у него с руки 450 урона и получить плюс 60 атак спида он явно не хочет прыжок на вивера ну кстати он был близок он был очень близок чтобы выжить но что он здесь сделал один вопрос он спейсил для эмбера для эмбера который забрал низ для эмбера который уже выходит на центр и более-менее если прямо сейчас не закончат то можно считать что вивер заспейсил дакону у эр спирита провала неужели пойдут по надо 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 идти dd на джаггере да ну вы хотят ну то что дабл джаггернаута это конечно здорово но там имеется аегис и сыр но ничего пути осилит идущий мир так неплохо их пробивает палку надо убить но джаггернаут не теряет надежд разобраться с троном товар кстати упал прожимать и стампит спанули эмбер спирита уходит нет он не уходит надо его нет все таки уходит эмбер спирит закинул в камешек эмбер спирит рывается в толпу неплохая шива возвращается джаггернаут прыгает на эмбер спирита и магнус дает рп в землю эмбер спирит все равно кажется под ударом большого количества героев но них сдают божественный стан по четверым и благодаря этому падает вся команда tnc бесподобная игра от никса и эр спирита эти ребята сейчас перевернули замес сначала эмбер спирита и это было очень круто но впоследствии никсевич ворвался и дал чудесные мпл по всем круто 4 игра болеем за баски болеем за эмбер спирита эмоции ваши я в шоке я в шоке я практически была уверена что tnc эту игру выграют